Диуэлт, Германия. Таким Россия видит будущее северного морского пути. Олаф Пройс. Диуэлт, Германия. 22 октября 2019 года. Многие из тех первооткрывателей и авантюристов, что прокладывали маршруты через вечные льды, так и не вернулись домой. Морские пути через Арктику вдоль северных границ континентов на протяжении многих веков склоняли мореплавателей к проявлению фантазии и творчества в судоходстве. Это был северо-западный проход от восточного побережья американского континента вдоль Канады до западного побережья страны, а также морской путь, соединяющий Европу и Азию через северо-восточный проход вдоль северного побережья России. На данный момент в центре внимания в сфере международного торгового судоходства прежде всего находится Северный морской путь. В наши дни это связано не столько со смелостью отчаянных капитанов и моряков, сколько, главным образом, с изменением климата. Более высокие температуры и меньшая плотность льда позволяют расширить судоходное сообщение в северных морях. Россия настроена на то, чтобы с периферии отрасли выйти на первый план. Только в прошлом году с июля по декабрь, пока позволяли погодные условия, Россия провела 27 судов по пути вдоль российского северного побережья. Заявил на этой неделе представитель российской государственной корпорации по атомной энергии Росатом Михаил Белкин во время отраслевой конференции в Гамбурге, посвященной Северному морскому пути. Мы работаем с судами всех без исключения государств. Число кораблей на Северном морском пути пока невелико, но оно растет. Росатом с конца 2018 года отвечает за надежность и безопасность Северного пути. В частности, Росатом осуществляет эксплуатацию четырех российских атомных ледоколов, число которых в ближайшие годы возрастет, а части увеличатся также габариты этих судов. Независимость от снабжения топливом является ключевым аргументом для ядерной установки, утверждает Белкин. Ледокол с двигателем внутреннего сгорания может работать в море от 45 до 60 дней. Ледокол с ядерной установкой на данный момент в течение пяти лет, а в будущем – до десяти лет. У России большие планы на Северные воды. По словам президента Владимира Путина, объем грузов в российских портах и на Северном морском пути должен вырасти с 20 миллионов тонн на сегодняшний день до 80 миллионов тонн к 2024 году. До 2030 года должна быть достигнута цифра в 100 миллионов тонн, а к 2035 году около 115 миллионов тонн. Увеличение экспорта с богатого сырьевыми ресурсами русского севера, такими как охлажденный жиженный природный газ, СПГ, нефтеруда, призвано способствовать развитию коммерческих планов. Кроме того, российское правительство надеется на рост объема транзитных грузов на торговом пути, соединяющем Европу и Азию, регионы с самым мощным товарообменом в мире. Для Гамбургского порта будущий северный маршрут может быть интересен как возможность для расширения собственных судоходных маршрутов по всему миру. В ближайшие годы, если говорить о рынках Центральной Европы, усилится конкуренция также со стороны портов Средиземного моря, уверяет Зевеки. Поэтому для Гамбурга важно думать о том, какие возможности открывает северный морской путь. Мы также должны обсуждать это с судоходными компаниями. Порт Гамбург Маркетинг, ХХМ, организовал в особняке в парке Гене конференцию с представителями компании Русатом и экономики Гамбурга. Гамбург также опирается на результаты обсуждений контакты, полученные в ходе визита в Москву и Санкт-Петербург делегации во главе с Зевеки весной 2018 года. Уже тогда мы активно вели переговоры об участии России в новом шелковом пути. К примеру, во время выставки транспортно-логистических услуг Трансрусия в Москве, рассказывает член правления ХХМ Инга Эглов, ведущий конференции. Я очень удивлен тому, каких успехов успели добиться российские предприятия и органы власти за такое короткое время в области развития Северного морского пути. Во всяком случае, в этот день в особняке на берегу Эльбы Росатом представляет всеобщему вниманию не первый черновый набросок, а целую концепцию с множеством прописанных этапов. Со стороны Атлантики, а также со стороны Тихого океана на Северном морском пути можно создать логистические центры, говорит Александр Никлюдов, председатель правления Росатом Карга, дочернего предприятия Росатома. Пребывать в эти центры, а также отправляться от них могут обычные контейнерные суда, танкеры и сухогрузы, курсируя между Европой и Азией. Для пересечения Северного морского пути Росатом рассматривает возможность создания собственного стандартизованного флота специальных судов. Это большой проект. Для его осуществления нам нужны иностранные партнеры и соинвесторы, говорит Никлюдов. Необходимое проектное планирование должны подготовить в следующем году. Пилотная эксплуатация судов типа «Арктика» должна начаться в 2024 году, а полная эксплуатация ледокольного флота «Арктика» станет возможной только к 2028 году. Многие действующие игроки в судоходстве по-прежнему сомневаются в том, что Северный морской путь сможет стать в обозримом будущем худовым маршрутом в области международных грузоперевозок. Немецкое правительство, в свою очередь, по словам Кюнлейна, с одной стороны, требует строгости в сфере охраны окружающей среды и, кроме того, экономической умеренности в освоении региона. С другой стороны, Германия также хочет стать свидетелем того, как мировая экономика доберется до Арктики. А с точки зрения энергетических потребностей растущего населения планеты, вероятно, ни один путь не пройдет мимо Северного морского пути. Больше нигде нет столь внушительных запасов природного газа и нефти, как на севере России. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.